Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И я хотел бы сейчас вместе с вами посмотреть на очень короткий и очень важный в Новом Завете текст «Послание апостола Павла к Филимону». Коротенькое, буквально на одну страницу из одной главы состоящее это послание, действительно занимает совершенно исключительно и очень важное место в Новом Завете просто по тому, о чем здесь идет речь. И понимание этого чрезвычайно важно для христиан, не только сегодня, но и в любые времена. Это послание апостол Павел, вероятно, со своими сотрудниками вместе, которых он, так сказать, привлекает для большей авторитетности, пишет некоторому известному ему христианину Филимону, причем Филимон вот обратился, по-видимому, в результате трудов апостола Павла. И вот обращаясь к этому человеку, к Филимону, Павел пишет «Я благодарю Бога, вспоминая о тебе в молитвах, потому что слышу о твоей любви и вере, которую ты имеешь ко Христу и ко всем святым». Вот, таким образом, Филимон верующий человек, он действительно любит Бога, любит святых, любит своих братьев-христиан, потому что святыми в это время называют всех членов христианской общины. И вот апостол говорит, «Я молюсь, чтобы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас доброго во Христе Иисусе. Общение веры твоей оказалось деятельным». Ну, так прямо скажем, русский перевод нельзя назвать в полной мере вразумительным. По-видимому, если сравнивать несколько разных переводов и греческий текст, речь идет о том, что Павел молится и тем самым говорит об этом Филимону. Он говорит, «Я молюсь, я перед Богом хотел бы, я прошу у Бога, чтобы твое участие в вере, в нашей общей вере, общение в вере, чтобы эта соединенность веры и любовью принесло плод, было деятелем, действовало в жизни». То есть, попросту говоря, речь идет о том, что Павел хочет, чтобы вера, которая у Филимона есть, за которую он Бога благодарит, чтобы эта вера выразилась в конкретные вещи. В других местах, знаете, апостолы как пишут, что, ну вот, ты говоришь, ты имеешь веру, ну, покажи ее в твоих поступках. Собственно, здесь о том же самом идет речь. «Я знаю», — говорит он, — «ты имеешь веру, и вот знаю о твоей любви и вере ко Христу и святым». Ну вот пусть эта вера и действует в том, о чем дальше пойдет разговор. То есть, Павел хочет, ну и, в общем, считает правильным, естественным, чтобы вера была не теоретической, не абстрактной, не принятием без доказательств каких-то утверждений о невидимом, а была тем, что действительно строит сердце, жизнь, поступки человека. Мне очень надо, — говорит Павел, — чтобы так произошло, чтобы общение веры, общее наше с тобой, вера действовала, оказалась действенной. Да, и в тебе мы, поэтому, — пишет он со своими сотрудниками, имеем утешение в любви твоей. Вот. О чем идет речь? Смотрите, он говорит, ну я бы тебе мог бы, конечно, и приказать, мог бы, да, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно сделать, но я лучше по любви прошу. Просто вот этот восьмой стих, восьмой и девятый, даже вне контекста чрезвычайно важно увидеть. Павел говорит, ну я и имел бы право приказывать, но не приказываю, а прошу по любви. И это проявление любви, когда он просит вместо того, чтобы приказывать. Это чрезвычайно тоже важная вещь, понимаете? Бог никогда не нарушает чужую свободу. И ученики Христовы, если они ученики Христовы, как Павел, не приказывают. Вот не приказывают. И этому, конечно, надо в жизни, в своих отношениях с близкими, с большим трудом тщательно учиться, просить, а не приказывать. И вот я, Павел, узник Иисуса Христа, то есть тот, кто в тюрьме за Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме. Речь идет о том, что этот самый Анисим был рабом Филимона. Рабом принадлежал ему как собственность, но и тот, и другой христиане, ученики апостола Павла. И этот самый Анисим Павлу нужен, но по каким-то причинам, о которых мы можем только догадываться и не будем гадать, Павлу важно, чтобы вот вся эта коллизия раба, рабовладельца, освобождения Павла, которому как сотрудники нужны и тот, и другой, и Анисим на самом деле, так как помощник, может быть, просто было с полицейской точки зрения небезопасно Павлу быть, путешествовать, трудиться вместе с чужим рабом, которого считали бы беглым. Так или иначе, речь идет собственно вот о феномене рабства как таковом. Как к этому относятся Новый Завет вообще, как к этому относятся апостолы, что по этому поводу думать христианам. Потому что, знаете, ну мы очень тенденциозно спорим, в зависимости, конечно, от того, что хотим доказать, что Новый Завет то ли вообще игнорирует социально-политическое, государственное и прочее устройство, и наплевательски, безразлично относятся к социальной справедливости, то ли нет. Не наплевательски, не безразлично для Бога социальная справедливость или несправедливость. Ну, вообще говоря, конечно, вторая позиция более соответствует Новозаветным текстам. Но, тем не менее, некоторые проблемы существуют. Как с этим быть? Заметим еще, что в конце концов до 60-х годов прошлого столетия христианская церковь как в нашей стране, так и в других странах мирилась с таким феноменом, как рабство. С принадлежностью одних людей и других другим на правах собственности. Хотя иногда, знаете, те или иные люди, те или иные христиане, в общем, не боялись говорить, что они об этом думают. Но их, конечно, было всегда очень мало, и участь их была всегда весьма печальна. Здесь, в этом послании, апостол о политической стороне дела не говорит вообще ничего. Он не имеет в виду, что вот там должен император, государство, сенат или что-нибудь еще, что там существует на тот момент в Римской империи, оценивать и отменять рабство как феномен. Да, об этом действительно апостол молчит, потому что он не относится к государству как к своему, так сказать, партнеру, тому, с кем он имеет дело. Но он обращается к Филимону, к тому, кто является рабовладельцем, и говорит, ну подожди, ну это же твой брат, он же такой же человек, как ты. И мне, говорит Павел, нужен так же, как ты нужен. Я бы хотел дать тебе возможность что-то с этим сделать. Понимаете, я хотел при себе удержать его, раба Анисима, чтобы он вместо тебя послужил мне в вузах за благовествование, но без твоего согласия не хочу это сделать. Хочу, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Может быть, он для того отлучился, чтобы тебе принять его не как раба, но как брата. Таким образом, он обращается к Филимону и предлагает ему принять Анисима обратно, уже не как раба, а как брата. То есть, а собственно освободить, освободить его от рабства, сделать вольноотпущенником. Надо сказать, что в тех социальных условиях это были довольно сложные и обязывающие взаимоотношения, но тем не менее это может быть следует считать частностями. Вот апостол говорит о том, что неважно, неважно, что там существует в окружающем мире или нет, рабство, справедливо это или несправедливо, что тут говорить, конечно, несправедливо. «Егда обладан бы из человека от человека, вы же озлобите ему», пишет Экклезиас, тут как бы все понятно. Но он говорит по-другому, не социальную революцию во всем мире, но ты свою революцию в своем доме, в том, где ты властен, произведи, освободи его. Я вот даю тебе такую возможность, я тебя прошу это сделать, чтобы он был тебе уже не раб, но брат. И если ты имеешь общение со мной, прими его, как меня. Понимаете, таким образом для апостола проблема справедливости и несправедливости, правды и неправды в человеческих отношениях, а рабство, без сомнения, глубочайшая и подлая неправда в человеческих отношениях. Но он предлагает самому рабовладельцу понять это и исправить. Понять и исправить. Иначе это будет насилие над Филимоном. Оставить Анисима рабом будет насилием над Анисимом, Павлом и Христом. А заставить Филимона будет насилием над Филимоном. И вот Павел поэтому ищет такой способ, чтобы это было личностным действием освобождения, отпустить измученных на свободу. «Проповедовать ли это Господне благоприятное?» Если вы помните, в 61 главе Исаии, в том отрывке, который Господь читает в Назаретской синагоге, вот есть эти слова, «Проповедовать ли это Господне благоприятное?» «Отпустить измученных на свободу». Ну, может быть, Анисим в той ситуации, будучи при Павле, не так был уж очень измучен, хотя все равно измученное, это рабское состояние, вещь мучительная для человеческой личности. Да, ну вот отпустить на свободу, это предлагается, предлагается как, понимаете, путь правды перед Богом. И когда 68 уже, 58 главе пророка Исаии, «Бук говорит о том, что такое пост, вот пост, который я избрал, разреши оковы ерма, разреши оковы ерма, оковы неправды». Вот таким образом, Слово Божие в целом, еще начиная с Исаии Вавилонского, да и гораздо раньше тоже, говорит о том, что Богу угодно, свобода, надо отпускать людей, даже если они по каким-то случайным причинам, независящим ни от Бога, ни от тебя, ни от них самих, оказались в твоей, как будто бы, собственности и власти, надо отпускать. Это пост перед Богом, это правда перед Богом, отпустить измученных на свободу. Вот об этом пишет апостол Павел. Повторю, что он в данной ситуации ни секунды никакого одобрения рабству как феномену не выказывает. Нет, он не приемлет его, он не считает это правильным, но он и не считает правильным путь насильственного неиспровержения, потому что это обязательно будет замена одной формы насилия другой. Знаете, как в нашей истории, кончилось крепостное право, началась вот эта вот эпоха, когда люди вынуждены были жить в колхозах без паспортов, и ничем это от крепостного права не отличалось. Понимаете, вот апостол говорит о другом. Ты, обращается он к Филимону, ты отпусти. Вот узнай эту удивительную радость, когда ты во имя Христа отпускаешь другого человека на свободу, даришь ему его собственную жизнь. И Павел уговаривает Филимону, говорит, но если он тебя чем-нибудь обидел, считай это на мне. Хотя на самом деле, насколько можно понять, Павел пишет Филимону, ты и самим собою мне должен, поскольку труды апостола Павла послужили и обращению Филимона тоже. Тем не менее, он говорит, я заплачу, и я надеюсь на твое послушание, зная, что ты сделаешь больше, чем я говорю. Таким образом, вот это коротенькое послание посвящено не только проблеме, собственно, рабства как такового, с которым все более или менее понятно, а тому, как Павел и его поколение вообще смотрят на социальные проблемы и на то, какими способами их можно было бы решать.